В эфире Океарская студия телерадиовещания, информационный выпуск новостей студии Гузель Нарбузина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Около тысячи хайблинцев приняли участие в международном диктанте по башкирскому языку. В районе прошла межрегиональная научно-практическая конференция инженерное образование поколений будущего. Учитель-логопед – особая профессия. В образовательных учреждениях района прошла спортивная суббота. В эфир ошу хэм башқа темалар хақында тулырақ. Башқырт тілінде хейлешем, башқырт тілінде ядам. Ошында дивизатымда республикала тіләгі болған хәр кім башқырт тілінің диктант-ядылы өмкінлігіне ие болды. Бұйыл болысара бірінсі тапқыр халық ара кемелінде өтғарылды. Диктант-ядылда тіләген хәр кім қатмаша алды. Хейбулы райыныла акцияға дәрі оқушылды. Бұйт әхі мінге яқын кеші башқырт тілі бойынса диктант-яды. 2014-сі елден алып ойыштырылып келген әмтуған тілі хақлауға үнелтілген акция бұйыл қалық ара статус таудды. Райында диктант-ядыл бойынса түп майдан 2-сі ғанлы Ақияр мәктәбінде ойыштырылды. Бұйында ерекли қатнашылсылардан түш, түрлі ойышма вакилдары, муниципал қыдметкердер елді. Райындаштары мен бірге өзінің башқырт тілін бөлеу кем әлін район қыкеметі башылығы Райыл Ибрахим Афта текшірді. Бұйынғы акциялар мені әлбетті қатнашам. Дор көтәрін кәйіпімін әң келдімді бәйтен бөлеуі. Несім тегенде мен мәктәбті мүнгәт ұғойды 74-ті сайлда бітті. Сонның сінде бүгін үдімді текшіріп қарарға тек келдім. Бұйын үді ұрал арияғы ғаналы бәтінде башқырт районларыд. Бұйын үдімді ұрал арияғы ұрға ұрға ұлғыныңда ұлғы қапсықтың, дүрдім сәкіліп қаттың. Жоға қадыр ұрынды башқырт ділінен грамматикия қаттық текшіріп әкінді. Сегодня я знаю, что это диктант. Я знаю, что это диктант. Диктанты, которые они не очень много, они не знают. Мне очень много диктантов. Какие диктанты? Несколько диктанты? Да, диктанты. Диктанты, которые они не знают. Турлы иштеги, турлы и нерли кишечеварды облаканды башкурт тиле не крата, хую, туған тиле не икцибар бирлештарды. Если вы думаете о том, что диктанты выжили на патронную стену, И декоративную информацию, иные в этом уровне, иные в зависимости от сосудов. Такое спасибо, которое не значит. Инженерные образования – поколение будущего. Под таким названием на базе образовательных учреждений района состоялась межрегиональная научно-практическая конференция. На девяти тематических площадках были представлены передовой и инновационный опыт педагогов Хайблинского района. Продолжение темы далее. В ходе работы конференции был представлен опыт работы образовательных организаций района. Лучшие практики инновационной работы педагогов общего, дошкольного, дополнительного и профессионального образования Хайблинского района и представителей районов и городов республики и соседних регионов России по развитию инженерного образования. созданию современных условий для формирования математических, технических компетенций детей. В детском саду «Радуга» уже три года используют методику развития инженерного мышления и за это время добились больших результатов. Результатом нашей работы явилось участие наших воспитанников в различных конкурсах. Это районный конкурс «Техтостарт», республиканский конкурс «Роболига», всероссийский этап робототехнической олимпиады, а также республиканский конкурс «Икоренок». У детей развивается усидчивость, любознательность. Дети стараются работать в парах, работать в группах. Начинали с самого простого, затем занятия усложнялись. И на сегодняшний день наши дети самостоятельно собирают модели. Они их программируют, запускают. И очень рады, когда этот конструктор начинает двигаться. То есть они видят результат своей работы. Дети, которые посещают кружок робототехники, на практике показали и вместе с ними собрали робота. В процессе строительно-конструктивных игр дети учатся наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы строительства. Сосредотачивать внимание на последовательности действий. Дети усваивают схему изготовления постройки, учатся планировать работу, представляя ее в целом. Осуществляют анализ и синтез постройки, проявляют фантазию. Под руководством взрослых дошкольники овладевают точным словарем, выражающим названия геометрических тел, пространственных отношений. Играя, дети становятся строителями, архитекторами и творцами. Они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Мы, можно сказать, пока на начальном этапе, поэтому очень белой завистью завидуем хайбунскому району, воспитателям хайбунскому району. Такая техника у них, такие роботы, очень завидны, конечно. Надеемся, что мы тоже так же будем равняться на вас, на хайбунцев, и будем так же благотворно работать. Основа интеллекта человека и его сенсорный опыт закладываются в первые годы жизни ребенка. В процессе игровой деятельности у дошкольников формируется и развивается не только логика, но и пространственное мышление, которое является основой для большой части инженерно-технических профессий. На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы детского сада является развитие интеллектуально-познавательных способностей дошкольников. Тем временем в детском доме творчества молодой юноша Шамиль продемонстрировал машину, сконструированную своими руками, не без помощи руководителя. Такое авто разгоняется до 30 км в час, легко заводится и передвигается. Вот только пока не придумал, как сделать так, чтобы она поехала и задним ходом, но обещает, что когда-нибудь поймет и эту хитроумную конструкцию. Идея появилась из-за того, что мы играли в машинки, нам это очень нравилось, но мы хотели создать более большие современные виды транспорта. Но были сложности в рулевом управлении, мы их преодолели. Конференция не зря проводится в Хайбинском районе, потому что район один из первых взялся за эту работу и сделал это системно. То есть здесь и в дошкольных образовательных организациях, и в школах, и в дополнительном образовании, и в колледже все работают совместно, системно. И это уже непрерывная сеть, благодаря которой много развивается, есть хорошие результаты на различных конкурсах всероссийского уровня. Поэтому мы в первую очередь видим, что нужно на этот район обратить внимание, для того, чтобы дальше развивать. У нас есть хорошие социальные партнеры, академические партнеры, и это большой ресурс для того, чтобы дети сделали большой рывок в развитии. С коллегами прошли по площадкам, где были проведены мастер-классы, то есть познакомились с такими интересными новыми действиями, как интерактивная доска, интерактивный пол, интерактивный стол. То, что мы сегодня приехали, посмотрели, очень интересно. Мы здесь находим новых друзей, знакомства с заводом. Очень много идей, задумок оставила после себя эта конференция. Я думаю, она для всех была очень полезной. Принесла много информации новой, сговаривали мы с педагогами от Зелинского района. Мы приехали вместе, мы ехали в Зелаирский район. Тоже все в большом, как сказать, восторге. Участниками конференции из города Москва, Уфа, Стирли-Тамак, Нефтекамск, Салават, Сибай, Баймак, Белорецк, Оренбургской, Челябинских областей, Зелаирского, Зианчуринского, Обзелиловского, Баймакского, Аургазинского, Куйургазинского районов Республики Башкортостан представлены существующие модели инженерно-технического образования обучающихся. В ходе конференции обсуждались необходимые условия для развития технического творчества и повышения уровня инженерного образования, начиная с первичных представлений в раннем возрасте через все уровни школьного образования до осознанного выбора инженерных профессий. Николай Арясов, Аниля Баширова, Ильинур Крымгужин, Служба новостей. На днях в Уфе наградили призеров конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан». Наряду с другими в почетной церемонии приняла участие и глава Федоровского сельсовета Наталья Лебедева, занявшая второе место в номинации «Лучшие муниципальные служащие поселения». Напомним, что конкурс проводится в целях стимулирования деловой активности органов местного самоуправления в Республике Башкортостан, выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения, «Укрпление междунационального мира и согласия». Ол хюнеры бойынса уқытылсы табиеп, еғни логопед. Оның пациенттары тілмердерінде немдейдер қиынлықтар кесерген баулар. 40 илдан ашу ғомерін ашу хюнерге бағышлап, ол бүгінде хақлы ялдабылуына қарамастан баулардың тілдерін асырға ярдам еттен. Ошы күндерді ебілейін тұйылаған тәжібәлі логопед-дефектолог бүлек беке қодақ байва хақында келегі ядмабыз. Регина бірінсік класс оқысыға, оқуда ал бермей, алфавиттыға көптен өбініштіріп шатырлатық оқырға үрінген. Тегінары қарефегіне қадға баш бермей. Тәжібәлі білгіз бүлек беке ғали олақыды Регинаға ұшы проблеміні қалейтіргі әйердам етті. Мы тут читаем стихи, говорим. И еще мы говорим на букву гре. Баланы дүрід хамматор хүлешіргі әйрәту. 40 елді анашы ғымырен топ ұшы үшке бағышлай дәйінбі ятмабын көрі. Хідмәк елдарының көбігі дефектолог логопед болып мектепті, оңнан мақсус комиссия етексе уазифағында өтті, оңға хегет елді шәкси кабинет асып, бұл әкбекі ғали олақыды өз алы балалардың теленші марта. Жанның үз әйелеші бенде кеттік Мәскөге, шонда юсалайндар беріп, шонда дефектология факультетін бөт үріп қайптам мен меніңдар. Мне говорится, что это не просто я, что я постараюсь. Когда я говорю, что вот были в школьном школе, ну, куда поести это у меня, в шесть месяцев, я не знаю что у меня, после этого я говорю, что у меня будет опыт. То есть, все в школе, мне просто ойeres, меня не будешь подниматься, мне вот всегда, мне не нужно сговорить, у меня братства, у меня есть манта в мене, Продолжение следует... 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 Кусаклап, йога, не етен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кусаклап, йога, не етен 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Следующее наше письмо адресовано дорогой единственной жене, прекрасной маме, тёще, свекрови и самой любимой бабушке Найле Рахметовне Гельмулиной из села Акиары. Найля Рахметовна на днях отметит прекрасный 55-летний юбилей. Пишут нам муж юбиляра Адис, дочери Альбина, Анжела и Алсун. Сыновья Алмаз, Флорис, Ильнар, Айнур, Ильнур, Айнур, дядь Равиль, Снухи Зульфия, Гульнас, Азалия, внуки Альмир, Айнас, Арсен, Нурислам и Денислам, внучки Рената, Радмила и Софья. Наша горячо любимая мама родилась 18 мая 1964 года в многодетной семье шестым ребёнком. К сожалению, в 12 лет материнскую заботу и ласку ей заменяет мачеха. После окончания океарской школы она пошла работать сначала учеником, затем продавцом. Долгое время наша мама работала продавцом в универмаге Райпо, затем большую часть жизни посвятила работе в районной больнице. С сестрой-хозяйкой, буфетчицей и завсклада. В 20-летнем возрасте судьба её сводит с нашим дорогим отцом Адисом Тимирхановичем, который приехал в гости к своей тёте из Калтасинского района. Так влюблённые принимают решение пожениться. В молодой семье друг за другом рождаются сыновья Алмаз, Флорис, Ильнар, Айнур и дочь Альбина. В 2002 году наша мама получила медаль «Материнская слава». В этом же году награждена нагрудным знаком за активное участие во Всероссийской переписи населения. В 2006 году награждена медалью в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Является членом избирательной комиссии. С 2007 года член партии «Единая Россия». В 2005 году наши родители решают взять с детского приюта девочку Анжелику, которой тогда было всего два годика. Сейчас Анжеле 16, она учится в Океарском горном колледже имени Исмогила Тасимова. Подумав, что Анжеле нужна сестра, решает взять еще одну девочку. Однако папа, увидев двух братьев в приюте Ильнура и Айнура, не смог пройти мимо них. Глубоко запали мальчики в душу нашего отца. Итак, у нас появляются еще два брата. Сейчас старший Ильнур женился на прекрасной Азалии. Айнур сейчас служит в армии. А в 2016 году взяли на воспитание еще одну девочку Алсу. Сейчас ей 16. Она вместе с братом Ильнаром учится в колледже города Сибай. А наш самый маленький Айнур учится в Океарском горном колледже имени Исмогила Тасимова. Наши родители – пример для подражания. Мы учимся у них доброте, любви, уважению. Они в жизни являются огромной опорой и поддержкой для нас. Помогли построить дома для сыновей Флорисы и Алмазы и дочери Альбини. Найля Рахметовна очень добрая, отзывчивая и справедливая. Всегда готова помочь людям. У нее очень большое сердце, которое согревает материнской теплотой и лаской всех детей. Сейчас наша мама на заслуженном отпуске, на пенсии. Свою заботу и любовь она дарит еще и шесть внукам и трем внучкам, которые с удовольствием бегут к дедушке и бабушке. И в день прекрасного юбилея хотим пожелать нашей дорогой всего самого наилучшего. Мамочка, дорогая, родная, единственная на свете. Ты самая любимая и самая близкая нам. Поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться еще очень долго здоровой, жизнерадостной, такой же красивой и обаятельной. Будь счастливой каждый день и час. Радуйся жизни, люби всем сердцем этот мир. И помни, что мы тебя очень любим и ценим. Твою помощь, заботу и нежность. Пусть ничто и никогда не омрачает твоя жизнь. А теплота и любовь всегда будут рядом и добавят радости и счастья. Мы тебя очень сильно любим. Ты нас растила, помогла, ты подарила нам любовь. Нет человека нам дороже. Я повторяю вновь и вновь. Твоя улыбка озаряет вокруг все светом и теплом. Ты нежный, добрый человечек. Добилась ты всего трудом. Так пожелаем мы тебе прожить еще сто лет и больше. Надежды и добра в душе. Счастливой быть как можно дольше. Уважаемая Найля Рахметовна. И мы присоединяемся к искренним пожеланиям ваших близких. Желаем счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. С юбилеем вас! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ашқына, ашқына, мен баран яныңа Хинилен ғұнырлық илахи түрегім Улым тип ашқыны, болым тип толпыны Тиберлер, хер ата, әсәнің yүреге Улым тип ашқыны, болым тип толпыны Тиберлер, хер ата, әсәнің yүреге Тиберлер, хер ата, әсәнің Сәміт бұл күрізгелек үйген кешінден Уз боламдан, бұл кештәрден Күнді күнде, йолғар үшінден Ашканна, ашканна, Мин бараньянына, Хиньминэн гумирлэк, Илахи тирэгэм. Улам тип ашканна, Балам тип талпанна, Тивэлэр хэр ота, Эсэнэ ирэгэ. Улам тип ашканна, Балам тип талпанна, Тивэлэр хэр ота, Эсэнэ ирэгэ. Тивэлэр хэр ота, Эсэнэ ирэгэ. Ошының мәнхэвен хаттар, бойын сәттеділген тапшырубы, тамам, келэхи осықрашқанға тіклім. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова